Всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Сегодня заготовим на зиму ленивые баклажаны. Рецепт очень простой и на него вы потратите минимум времени, а зимой из таких баклажан можно приготовить много разных вкусных салатов. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку! Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Давайте готовить! Для начала подготовим баклажаны. Нам понадобится 2,5 кг. Баклажаны лучше выбирать небольшого размера. Баклажаны тщательно моем. Затем у баклажан нужно отрезать хвостики. Делать это очень просто ножом. таким образом подготавливаем все баклажаны. Это очень быстро. Параллельно, пока отрезаете хвостики у баклажан, поставьте кастрюлю с водой на огонь. Воду нужно довести до кипения. Итак, баклажаны все подготовили. Теперь баклажаны отправляем в кастрюлю с кипяченой водой. Даем баклажанам закипеть и кипятим ровно 5 минут. Если баклажаны у вас побольше, то тогда кипятите 7-8 минут. Смотрите по размеру баклажана. Пока баклажаны варятся, подготовим банки. На 1,5 литровую банку отправляем 2-3 зубчика чеснока. Чеснок лучше разрезать, так он даст больше аромата. По 1 лавровому листу. Также нам понадобится перец с горошком. Нам понадобится 7-8 штук. 5 минут прошло, баклажаны проварились. Достаем баклажаны из кастрюли в миску. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить баклажаны, так как баклажаны стали мягкие. Теперь аккуратно баклажаны закладываем в банку. Сразу вертикально, а затем горизонтально. Хорошо утрамбовываем, но аккуратно. Из 2,5 кг баклажан у меня получилось 2 банки по 1,5 литра и 1 банка 700 мл. Банки заполнили баклажанами. Теперь сверху снова добавляем немножко чеснока. И далее на 1-1,5 литровую банку добавляем пол столовой ложки соли, 1 столовую ложку сахара и по 25 мл уксуса 9%. Теперь заливаем банки крутым кипятком. Сразу наливаем по чуть-чуть, чтобы баночки прогрелись и не лопнули, а затем наполняем по горлышко. Баночки накрываем крышками и закатываем. Как всегда проверяем герметичность крышки. Если сахар и соль полностью не растворились, немножко покатайте банку и переворачивайте вверх в дном. Укутываем теплым одеялом или полотенцем баночки и в таком положении даем им полностью остыть. Ленивые баклажаны на зиму готовы. Друзья, из таких баклажан зимой получается очень много разных вкусных салатиков. Можно просто порезать баклажаны, добавить немножко чесночка и укропа и полить растительным маслом. Можно приготовить баклажанную икру, добавить лук, помидор и баклажаны, заправить растительным маслом. Тоже получается очень вкусно. А готовится, как видите, все очень просто, а главное быстро. Надеюсь, рецепт вам понравился. Готовьте на здоровье! Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне и крепкого здоровья! Всем пока-пока!